Америка – это страна, в которой в натуре и в реальности воплотились всякие совершенно мне несимпатичные символы и лозунги, которые я слышал все свое советское детство, отрочество, юность. К выводу я пришел к такому, что Америка – страна, конечно, замечательная, экстраординарная во всех отношениях, но жить и работать там я не хочу. Точка. Написал он текст про Америку. Я хотел бы в свою очередь отрецензировать этот самый текст Павла Дурова. Привет, друзья! Это дядя Тема. И сегодня у нас уголок Дурова. Назван в честь Павла Дурова, 36-летнего, по-моему, российского предпринимателя, авантюриста, изобретателя, в общем-то, интересного парня. Павел Дуров, который создал интернет-сеть ВКонтакте, а потом интернет-сервис под названием Телеграм, которого часто называют русским Марком Цукербергом. Ну, в общем, такой интересный человек. Где он живет, неизвестно, но посмотрел он программу Юрия Дудя, посвященную Кремниевой долине в Соединенных Штатах. И программа эта его как-то раздражила, встрепенула. И решил он ее отрецензировать, откликнулся текстом, который произвел довольно сильное впечатление на российскую публику, который, как-то ни странно, подняли на щит многие наши такие антилибералы, антиамериканцы и так далее, которые, в принципе, Павла Дурова, естественно, не любят, поскольку он из России свалил. И вообще он олицетворяет для них какие-то чуждые им вот эти вот все эти футуристические, космополитические тенденции. Вот, но, тем не менее, написал он текст про Америку. Я хотел бы, в свою очередь, отрецензировать этот самый текст Павла Дурова. Для начала сделаю такой дисклеймер, скажу, что я имею, в общем-то, некоторое моральное и физическое право об Америке высказываться, просто потому, что знают страну довольно неплохо. Я впервые оказался в Америке в 88-м году, уже тогда проехал Штаты от Атлантического до Тихоокеанского побережья, узнал довольно много там всего интересного, убедился в том, что United States of America – страна в высшей степени интересная, в высшей степени разнообразная. Говорить про какую-то одну Америку – это вообще как бы не очень правильно. Страна не монолитная, тем более, что в отличие от Российской Федерации, где того самого федерализма на самом деле нет, и все делается по команде из Кремля, в Штатах действительно имеются совершенно независимые вот эти самые Штаты, которые подчас друг на друга не очень даже и похожи. В 90-м году я даже работал в Америке, то есть жил я где-то пару месяцев в городе Нью-Йорке и работал там в редакции еженедельной газеты Village Boys. Это как бы самая популярная, ну в то время, по крайней мере, была самая популярная городская газета Нью-Йорка. Ну и тогда я окончательно сделал для себя определенные выводы относительно своих взаимоотношений с Америкой. К выводу я пришел к такому, что Америка – страна, конечно, замечательная, экстраординарная во всех отношениях, но жить и работать там я не хочу. Точка. Почему? На самом деле главная причина состоит в том, что Америка – это страна, в которой в натуре и в реальности воплотились всякие совершенно мне несимпатичные символы и лозунги, которые я слышал все свое советское детство, отрочество, юность. Типа «Кто не работает, тот не ест! Слава труду!» И, в общем, всякое такое прочее, касающееся труда, работы и так далее. Вот в Америке эти лозунги, они на самом деле на 100% воплощены в жизнь. То есть в России это была показуха – «кто не работает, тот не ест! Ха-ха!». На самом деле Советский Союз жил по совершенно другим лозунгам, а именно «где бы не работать, лишь бы не работать». Или, например, народ делает вид, что работает, государство делает вид, что зарплату платит. Вот по таким принципам мы жили в СССР. И надо сказать, что мне это очень нравилось, потому что я нигде не работал, то есть я был тунеядцем 90% своей жизни и прекрасно себя при этом чувствовал, занимался своими делами, самосовершенствованием, тем всем и получал от жизни большое удовольствие. В Америке все по-другому. То есть там тоже можно получать от жизни удовольствие, но, в общем-то, совершенно не таким спокойным и расслабленным способом, как я привык. То есть я для себя такую примерно создал метафору, что жить и работать в Америке – это как ехать на велосипеде в горку. То есть ты должен все время в поте лица крутить педали. Вкалывать, 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 вкалывать. Выше, 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 выше. Если ты вдруг расслабился, перестал крутить педали, то все, ты съехал вниз, ты упал в кювет, ты стал, ну, то, что по-английски называется, dropout, да, то есть выпад шим из системы. Более того, когда я работал в этом самом Village Voice, я обратил внимание на то, что даже если вам делать абсолютно нечего, никакой работы нет, вы должны имитировать эту самую трудовую деятельность. То есть мы там сидели в таком большом ньюзруме, с такими перегородочками, мобильных телефонов тогда уже не было, у каждого стоял там обычный телефон, компьютер громоздкий и так далее. И я сначала был совершенно поражен тем вообще, как все интенсивно работают. То есть просто, как какие-то пчелы в ульи бегают по этому ньюзруму, каждую минуту телефонный звонок, там что-то орут, кричат там и так далее. Спустя некоторое время я убедился, причем на 100% убедился в том, что 90% вот этого трудового порыва, это имитация, это имитация работы. Потому что в Америке нет ничего хуже, чем выглядеть бездельником, прослыть бездельником. То есть тогда ты становишься человеком невостребованным, а это крайне, крайне нехорошо. И, как я уже сказал, мне это совершенно не понравилось. Я так думаю, что, кстати говоря, это не чистый американский феномен, судя по тому, что я читал о рабочем модусе, скажем, в Японии, в Китае, в Корее, там то же самое, только еще хуже. В Японии так вообще там имеется термин такой «короший» или «каросий». Это люди, которые умирают от перенапряжения на работе. Но я себе этого вообще не могу представить. Как так можно? Мне нравится делать то, что мне нравится. В этом смысле европейский модус операнди, европейский как бы тип взаимоотношений человека, работы, карьеры и так далее, мне намного ближе. Вот там вот можно, ну, там ты в гораздо большей степени сам себе принадлежишь. И вот этого вот тупого фанатичного вкалывания в Европе нет. Поэтому я понял, что если я куда-нибудь уеду, вот, только в Европу, в Америку нет. Я отказался от Америки в этом смысле. Только в этом смысле. Во всех прочих я Америку полюбил и езжу туда регулярно. Надо сказать, что я так примерно подсчитал, что вот с 88-го по 2020 год в общей сложности, если считать, суммировать все мои визиты, ну, я, наверное, провел в Америке не меньше двух лет, где-то года два-два с половиной. И посетил больше половины американских штатов, то есть ровно 26 штатов. Я посетил это чуть больше половины. Поэтому Америку, в общем-то, я узнал достаточно неплохо. и могу оппонировать Павлу Дурову. Вы смотрите АРУ ТВ